Месяц под стражей без объяснения причин. Подозреваемых в участии в мятеже в Турции будет держать за решеткой до 30 дней. Такое разрешение получили силовики страны. Уже понятно, что Европа и США, как борцы за демократию, будут в шоке от таких мер. В Турции власти продолжают поиск организаторов и участников попытки госпереворота, которую предприняли уже почти неделю назад. Эрдоган уже не уверен в своей охране. Арестованы почти 300 гвардейцев президента. По решению Анкары закрыты больше 2000 школ, вузов, общественных организаций и медицинских учреждений. Сотрудников подозревают в связях с мятежниками. Власти считают, что организации эти напрямую могут быть связаны с проповедником Гюленом, которого в Турции как раз считают главным зачинщиком, организатором госпереворота. Клирик проживает в США и Анкара требует его экстрадиции. Важно, что все имущество закрытых учреждений переходит к государству. Ранее были еще задержаны около 10 тысяч человек, в их числе высокопоставленные чиновники Ивановны. Понятно, что чистка в самом разгаре. Ранее власти Турции объявили режим ЧП на три месяца из-за попытки госпереворота. Предприняли ее в ночь на 16 июля. Мятеж удалось подавить, но вот жертв избежать не удалось. Погибли около 300 человек. Около 2000 получили ранения. Многие до сих пор находятся в больницах. Субтитры создавал DimaTorzok